Девушки отдыхают Привет, меня зовут Оля Понедельник и это моя книжная полка И сегодня, хотя может быть это звучит немного странно, мы поговорим о поэзии Не так давно я прочла сборник стихов Сергея Есенина Это был не просто сборник стихов, а также поэм, рассказы Для меня Сергей Есенин самый любимый поэт Наверное единственный поэт, которого я могу временами перечитывать Особо примечательно, что в начале сборника дана краткая автобиография Сергея Есенина Написанная им самим Было очень интересно ее читать И уже тогда я подумала, что возможно проза Сергея Есенина Мне понравится даже больше, чем его стихи Проза была представлена в конце сборника И честно я скажу, что получила огромное удовольствие от ее прочтения Настолько это все глубоко, мелодраматично Настолько это все трогает Несмотря на то, что я не очень люблю произведения, написанные в каком-то народно-разговорном жанре Но Сергею Есенину удалось зацепить меня, скажем так Если сделать краткий вывод из написанного им в прозе То можно сказать так Не спите, девушки, с кем попало И будет вам счастье Потому что герои Сергея Есенина кончают не очень хорошо Как мы все знаем, возможно еще даже из школьной программы Сергей Есенин родился в 1895 году И умер в 1925, прожив всего 30 лет Самый догадочный момент его жизни Это его смерть Как бы не парадоксально это звучало Потому что раньше, когда я еще училась в школе Было принято считать, что неизвестно, покончил ли он сам с собой Или это таинственные спецслужбы И инсценировали самоубийство Тем не менее, когда я сейчас полезла искать биографию Сергея Есенина В ней черным по белому было написано, что это была инсценировка самоубийства Со временем история искажается И те факты, которые раньше стояли под сомнением Без всяких веских доказательств вдруг становятся фактом Одновременно, вместе с положительными сторонами поэта Я открыла и кое-какие его недостатки Есть стихотворения, которые не были включены самим Сергеем Есениным В его основной сборник И эти стихотворения действительно местами не очень хороши Но были такие, которые брали за душу Которые просто было непонятно, почему я не читала их раньше Либо читала, но забыла Я не знаю, как Сергею Есенину удается создавать такие яркие, насыщенные образы Которые сразу возникают перед глазами В советские времена он был так и известен, народный поэт Существует такая история, что когда Есенин захотел напечатать свои стихи У него не было бумаги И он собрался со своими единомышленниками Затем оделся в народную одежду Зачесал волосы на крестьянский манер И пошел просить бумаги Сказав, что не на чем крестьянским поэтам, дескать, печататься Так ему дали бумагу, и так вышел его первый сборник «Грабница» К тому же Сергей Есенин действительно очень красивый мужчина Если вы посмотрите на его фотографии, на хронику, которая сохранилась Действительно в нем есть что-то такое простое, народное И в то же время что-то такое неуловимо грациозное, аристократическое Мне нравится, что он сам создал себе образ в своих стихах Что он все время сам о себе говорил Какие-то негативные, может быть, в каком-то смысле вещи В том, что он повеса, пьяница Но мы сейчас это уже не воспринимаем как что-то негативное Еще я заметила такую особенность Что к 25-му году, как раз к году смерти поэта У него появилось в стихах очень много мотивов смерти Какого-то ухода из жизни И при прочтении даже кажется, как будто он чувствовал, что он уже скоро уйдет И от этого мурашки бежали по спине Особенно я рада тому, что открыла для себя поэму «Страна негодяев» Точнее, это так, драматическая поэма Я боюсь, что цензура не позволит мне ее прочитать Но она мне очень понравилась Настолько она яркая, впечатляющая В общем, очень вам ее советую прочитать О Сергее Есенине из школьной программы мы помним Разве что «Белую березу» под моим окном И я хочу сказать, что это далеко не самые лучшие вещи, которые мы проходили в школе Возможно, это по тем же цензурным соображениям нам дают именно его ранние стихи А уже после 20-го года гений Есенин начинает по-настоящему раскрываться Стихотворение «Письмо к матери, письмо к женщине» Это же все было написано уже после 20-х годов Те же персидские мотивы, которые мы так старательно учили в школе Я скажу честно, я переоткрыла для себя этого поэта заново И я очень советую вам с ним хотя бы познакомиться Потому что я не очень люблю русскую классику Но некоторые авторы берут меня действительно заживо И не отпускают до самой последней страницы Я вам очень советую Лет 5 назад на экраны вышел сериал «Есенин» он назывался Мне на самом деле очень понравилось, как сыграл Сергей Безруков Несмотря на то, что многие осуждают этого актера Он сыграл уже в стольких великих поэтов Я действительно уважаю его игру И считаю, что он сыграл очень достоверно И что как актер он довольно одаренный А на сегодня все Спасибо, что вы провели со мной эти несколько минут Я вам очень признательна Надеюсь, вы, может быть, открыли для себя что-то новое Или решили вспомнить что-то старое В любом случае, я вас очень люблю Всегда ваша книжная полка